всем привет и для начала хотел бы отметить что на мой канал подписались более 200 человек и для меня это уже достижение спасибо вам ребята что смотрите мои видео что ставите лайки что репостите эти видео вконтакте делитесь ими с другими пользователями спасибо вам огромное вот вам от меня тоже лайк такой даже два больших таких жирных лайка спасибо ребят это очень важно для меня но юбилей у данного канала не только по количеству подписчиков также это видео будет 50 обзором и по этому случаю я думаю что необходим конкурс о котором подробнее будет в конце ну а сейчас давайте приступим к обзору перед тем как уехать в командировку давным давно в мае месяце я делал небольшой такой анонс того что будет когда-нибудь в следующих выпусках и среди этого когда-нибудь были фигурки по компьютерной игре assassin's creed и наконец-то я докопался до них в этой большой горе коробок я нашел их извлек на свет и вот первый персонаж популярной серии игр от компании юбисофт альтаир ибн лахат который кстати входит по моему под 30 номером в книгу рекордов гиннесса как самый такой интересный и популярный персонаж компьютерных игр данная фигурка является продукцией компании mcfarland toys одной из моих любимых компаний выпускающих всякие коллекционные фигурки и многое многое другое ну и давайте быстренько пробежимся по коробочке во первых знак показывающий возраст это 8 плюс уже на более взрослую аудиторию детей рассчитана данная фигурка здесь у нас вверху слева значок логотип assassin's creed по кругу написано что это официальная продукция компании юбисофт ну да интеллектуальная продукция то есть эта игра принадлежит данной компании снизу мы видим наклейку на которой изображен собственно выполнен в компьютерном варианте персонаж альтаира и вот такой значок юплей насколько я знаю юплей это такой сервис для общения игроков для популяризации игры скажем так и нацелен этот сервис на достижения то есть чтобы игрок больше играл в игру и получал какие-то достижения там вы знаете сейчас это очень популярно в компьютерных играх получать достижения какие-то там типа супер стрелок супер убийцы и так далее и за это соответственно какие-то бонусы уникальное оружие или уникальный костюм для персонажей так далее и здесь вот мы видим такую надпись разблокируются юплей аватар и контент смотрите на обратной стороне и вот здесь вот обозначена плюс 20 и так понимаю это плюс 20 баллов для вот этой вот юплеев sky системы имя альтаир ибн лаахат которая кстати с арабского переводится как летящий сын никого здесь опять таки у нас значок ассасина предупреждение что имеются мелкие детали не давать детям младше трех лет снизу все то же самое написано что и на передней части вот задняя часть коробочки гласит во первых что это третья серия как-то странно макфарман toys спохватился только в 2014 году в 2014 году эта серия вышла а игра насколько мы знаем была анонсирована в 2006 и вышла в 2007 примерно первая часть где главным героем является как раз таки альтаир и вот здесь мы видим следующую надпись что введенный код разблокирует доступ к вот в этом вот юплее содержащемуся оружию и костюмом то есть какие-то уникальные видимо костюмы есть и в данную серию входят следующие персонажи ах табай я надеюсь я правильно прочитал его имя потому что из всей серии я играл только в первую часть подскажу честно это арно дориан эдвард кинвей и это аудитории и практически у всех здесь вот я смотрю по 20 баллов для системы юплей кроме арно дориана который кстати здесь вот пометка указано что альтернативный костюм в игре появляется разработанный тодом макфарлан а вот такая вот вещь внизу здесь есть логотип и ubisoft логотип макфарлан toys указана дата производства 2014 год сделано в китае ну на этом давайте закончим рассматривать коробочку и посмотрим вот этого печального гражданина какой-то он очень грустно он не рад тому что у меня на канале 200 подписчиков видимо хочу заметить вот такое дело макфарлан toys очень часто выпускает свои фигурки типовой такой упаковки то есть упаковка и масштаб фигурок из них из разных серий зачастую совпадает вот допустим вот эти ассасины и ходячие мертвецы от макфарлан toys персонажи они выполнены в таком же практически масштабе и выпускается в практически таких же коробочках как и вот этот вот ассасин в нижней части упаковочки вот была вот такая вот свернутая бумажка на обратной стороне которой указан тот самый код который позволяет разблокировать вот эти вот точнее получить вот эти 20 баллов в системе юплей нет здесь инструкции на русском языке буду ли этим ходом пользоваться я тоже не знаю здесь мы видим вот скриншоты из других игр серии ну что же давайте начнем самого мелкого содержимого данного наборчика данной фигурки во первых это меч меч альтаира который по мере прохождения игр он прокачивается наносит больше урона в принципе ничего примечательного рукоятка у него выполнена как у сабли но в принципе это не сабли это меч конкретно как называется данная разновидность сказать не могу я не особо разбираюсь в холодном оружии отметить хочется только один момент что выполнено оружие альтаира из стандартный макфарленовской пластмассы я не знаю как это описать это такая на ощупь она кажется очень хрупкой но на деле не всегда так есть следующий элемент он очень маленький и мы видим что у него есть два штырька пинцетом возьму чтобы было виднее вот они два штырька они одеваются ему на руку и это это знаменитое открытое оружие ассасинов скрытый выдвигающийся выбрасывающийся клинок этот клинок идет в двух вариантах вот предыдущий был задвинутый и есть еще вот такой вариант то есть он уже выброшен для совершения тайного убийства еще в комплекте идет четыре вот таких крохотных ножика метательные ножи ассасина ничего примечательного в них нет за исключением того что они очень маленький их легко потерять ну вот все оружие мы посмотрели а теперь перейдем непосредственно фигурки альтаира и вот его лицо мне его лицо не очень нравится скажем так и капюшон у него как-то выглядит слишком таким надутым как будто он какой-то пуховик зимний носит или не знаю скафандр то есть выглядит не очень естественно далее обратите внимание на покраску вот здесь вот мы видим как а это даже не покраска ребят это этот вот этот вот как мы видим ремень на котором держится амуниция вооружение альтаира это резиноподобный материал у которого есть вот такой вот облой его можно удалить но все равно макфарон то есть я понимаю что ваши фигурки делаются в китае но йо-моё это что такое него за спиной чехол в котором он держит маленький такой клинок средний клинок я бы сказал но данный чехол закрыт и этого клинка в комплекте нет на поясе у него есть сумка какая-то колба здесь видно еще под сумочки такие небольшие и чехлы для метательных ножей ну и его вот этот вот напузный элемент под которым под кожаным поясом этим повязан еще красный кушак ну и сбоку у него есть ножны для меча костюм конечно каноничный единственное меня смущают его колпак он мне не очень нравится правая рука защищена таким кожаным наручем ну а левая это та самая рука на которой отсутствует один палец защищена она более мощно здесь даже есть металлические пластины и сюда вот будет крепиться элемент выдвижной вот этот вот скрытый клинок ну и ноги ноги облачены сапоги там видно что у него есть кожаные штаны похоже в этом весь альтаир давайте посмотрим его подвижность ну голова из-за капюшона не особо подвижно но видно что голова у него двигается то есть можно ее потом под капюшоном подвигать сам капюшон похоже можно снять если вот оттянуть вот этот вот кусок кожаного ремня то можно попытаться снять и посмотреть какой он там здесь у него есть заклепка даже 2 2 заклепки и нос не пускает вот пожалуйста капюшон снимается при желании и вот так вот mac farland toys выполнили альтаира с двумя безобразными дырками за спиной он остается без капюшона смещенная в сторону голова вот такой вот у него здесь перелом возможно поэтому он носит капюшон но здесь мы видим что он действительно может крутить головой руки у mac farland овских фигурок вот зачастую заметны вот такие элементы в суставах руки крутятся и отодвигаются в стороны при этом они фиксируются за счет вот этой вот ступенчатой шестеренки в суставе аналогичная ситуация с локтевым суставом крутится изгибается в кисти крутятся изгибаются подвижность обеих рук одинаково фигурка есть небольшое подвижное такое вот небольшой угол подвижности торси я думаю этому мешает пояс пояс по моему никак не снять поэтому это не очень гибкий ассасин получается в ногах у нас есть вращение и сгиб колена ступня крутится вот все 360 градусов можно повернуть как угодно капюшон очень легко одевается обратно ну и давайте посмотрим как же смотреться будет амуниция на этом персонаже во-первых попробуем засунуть ему метательные ножи поставим ему этот вот боевой вариант клинка как будто он кого-то хочет убить и попробуем поместить в ножный меч идет туговатом я боюсь его сломать но ничего все нормально меч помещается в ножны но лучше я его извлеку и дам ему вот свободную руку меч вставляется без особого напряга и вот так выглядит фигурка альтаира из игры assassin's creed полностью обмундированная полностью в сборе вот на этом все все только с этой фигуркой в этом выпуске будет две ведь ему кто-то должен противостоять да ребята эта фигурка гендальфа серого по кинотрилогии хоббит вы уже наверняка видели обзоры на легаласа и таурель которые были ранее и вот сегодня у нас еще и гендальф гендальф это самая крупная фигурка из данной серии у него даже коробка больше чем у всех на обратной стороне мы видим всю эту серию это торин бильбо легалас и таурель ну и собственно сам гендальф особо распространяться я не буду по поводу упаковки здесь вот написано непосредственно про хоббита про вот это вот неожиданное путешествие так скажем введение в мир хоббита и вот здесь вот небольшое сведение о самом гендальфе сером один из самых могущественных волшебников гендальф сервы и так далее и так далее давайте не будем медлить сразу вскроем упаковочку и достанем гендальфа который мне напоминает какого-то бродягу в данном варианте и так по традиции с аксессуаров во-первых меч гендальфа которым он фильмах орудуют ничем не хуже чем колдовством и выполнен он довольно хорошо этот меч мне гораздо больше нравится чем меч предыдущего персонажа то есть альтаира ну а во вторых это посох гендальфа серого такой вот деревянный узловатый с помощью которого он творит всякие колдунства и конечно же куда бы гендальф без своей шляпы из хогвартса которая распределяет учеников по факультетам да да я и узнал несмотря на то что она в другой киновселенной выполнена кстати шляпа из такого гибкого вот материалы который может сгибаться и посох в принципе тоже такой гибкий а вот меч уже они смотрите меч тоже у нас и не пройдешь его лицо не так уж и похоже на прототип то есть на актера который его играет это йен маккеллен который на самом деле является магнета всем это знаем что в хоббите его властелине колец гендальф играет магнета но естественно в люди x магнета играет гендальф как-то это все вот так но он не очень похож там действительно имеет серую бороду серые косматые волосы и он здесь выглядит более молодым и более серьезным молодой решительный гендальф который задумал повести гномов к смоугу и одет он вот такие лохмотья которые можно снять накидку и она может существовать отдельно от него можно соорудить вот такого вот призрака гендальфа сам гендальф в данном данном варианте напоминает больше не знаю какого-то моисея наверно вот он сейчас сделает жест воды раступится перед ним у него под бородой скрывается шарфы вот его части болтаются он одет в свой балахон на поясе у него есть коричневый пояс кожаный который вот здесь вот ха-ха косяк смотрите как он фигово прокрашивались ляпнули ляпнули плохие китайцы вот в общем кожаный пояс который поддерживает его мантию который не дает разлетаться а вот синий пояс является поддержкой для ножен меча давайте сразу сюда попробуем засунуть меч спокойно входит и гораздо гораздо проще чем альтаиру и можно не бояться сломать меч потому что этот пластик гнется в отличие от пластика макфарленд тоис из которого он выполняет мелкие элементы на ногах у гендальфа берцы нифига себе штаны гендальфа очень тонкие ноги и берцы у него берц это гендальф особого назначения и что же у этого гендальфа двигается естественно у такой большой фигурки должна двигаться голова и она двигается если бы не его борода и волосы руки крутятся сгибаются все точно так же как у альтаира а вот здесь я нашел немножко блой в локтях тоже есть и вращение и сгибание и кисти у него вращаются а кистью нет только вращаются они не сгибаются они только вращаются на руках у него такие вот импровизированные без пальцев перчатки и у обеих рук естественно подвижность она одинаково этот персонаж уже более подвиж подвижен в торсе несмотря на то что он старше чем альтаир пояса выполнены из того же гибкого материала что и его одежда минусом данной одежды вот блин как он мне напоминает какого-то библейского персонажа все-таки просто именно вот в данном варианте оружие вставляется в руку беспроблемно вообще меч взял и вообще готов рубить но и все по канону во второй руке у него посох не пройдешь ну и шляпа шляпа держится просто замечательно она не сваливается с него ее можно даже сделать вот так чтобы было забавнее вот такой вот гнома хоббита гендальф гнома гендальф можно сделать на бок вы запомните на как gta san andreas можно было покупать кепки которые по сути являются одной и той же но там то козырек назад то в бок вот здесь то же самое среди сколько вариантов вот в таком варианте мы его и оставим и оденем ему обратно его мешок его балахом его тряпье я не знаю как это еще назвать да в таком варианте у него руки практически неподвижны вот такой вот у нас гендальф знаете эта фигурка оказалась лучше чем я ожидал с виду он как бы такой бездомный весь такой в какой-то серой непонятной одежде но на самом деле достаточно хорошая фигурка мне она понравилась и кстати я не сказал что вращение это у него в ступнях то есть они сгибаются и вращаются мой также у него есть коленный сустав но вот этот балахон не позволит согнуть ногам сгибается то есть есть такая функция но балахон не позволит это сделать но на исход такой битвы было бы интересно посмотреть как вы думаете кто из них двоих выйдет победителем но и на этом обзор заканчивается но не спешите выключать это видео дальше будет информация по конкурсу а призом данного конкурса будет вот такой вот гендальф которого мы только что видели с вами и сейчас я расскажу что нужно сделать чтобы выиграть данного персонажа данную фигурку ну конечно нужно быть подписанным на канал поставить лайк если понравилось данное видео это видео будет выложено в контакте в моей группе ссылочка будет находиться в описании к данному видео там вы должны будете там вы должны будете сделать репост данного видео и внимание сейчас я покажу вам фигурки на которые делал обзоры но среди них будут находиться и те фигурки на которых обзоры я не делал вам нужно будет в комментарии под видео в группе вконтакте указать какие по счету фигурки не были в моих обзорах и так начинаем фигурка номер один фигурка номер два фигурка номер три номер четыре номер пять номер шесть номер семь номер восемь номер девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Итак, только что было показано 30 различных игрушек. Некоторые стали целыми группами, но вам необходимо в комментариях под данным видео в группе ВКонтакте. Ссылочка будет указана на группу в описании данного видео. Указать, какие из этих 30 игрушек никогда не появлялись в моих обзорах. Конкурс продлится до 15 июля. Ещё раз напомню, необходимо вступить в группу ВКонтакте, сделать репост и оставить комментарий в группе под данным видео, какие-то игрушки не появлялись в моих обзорах. Конкурс продлится до 15 июля. Начиная с 15 июля, в течение одного-двух дней я выберу всех правильно ответивших людей и среди них разыграем случайным образом фигурку Гэндальфа. Ну вот на этом уже действительно всё. С вами был Важный Кот. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставим лайк. Вступаем в группу ВКонтакте. Подписываемся на канал. Ну и ещё раз напомню, что данный конкурс проводится в честь юбилея по количеству подписчиков 200 человек и по количеству видео 50-е видео. Очень надеюсь на ваше участие и возможно впредь каждое круглое число будем отмечать каким-нибудь конкурсом. Пока.